о блин такого давно у меня не было включаешь выключаешь видео то есть это уже где-то раз четвертый включают пытаюсь пытаюсь записать начало видео начало всегда самое сложное но здорово скажу я эту фразу которую я кстати я даже не знаю как она у меня почему это не моя фишка 7 сколько 7 6 лет назад я уже не помню 6 лет точно назад когда канал я создавал я вообще не знал что там было русскоязычном гитарном ютюбе ну вообще я туда не заходил я если честно я в русскоязычный youtube вообще не заходил вплоть до где-то пятнадцатый год был и должен рассказывал потому что помнят я зашел туда почему я зашел в русскоязычный вообще youtube это где-то у меня всплыла песня сплина как когда там что-то про девочку с глазами и синего льда и я что-то так вот за ностальгировал так ну это была моя моя молодость когда эта песня выходила что-то я за на серверу думаю пойду аккорды это посмотрю что-то я зашел посмотреть аккорды и два канала всплыла понятно гитарных один назывался золото струн я не знаю это российский или нет там такой урка лазенький чувак был худой такой но на гитаре аккордами нормально показывал и потом сопрыкин вот я помню сопрыкин меня туда удивил то есть я знал что матюкаются допустим на англоязычном англоязычный гитарный youtube я смотрел с его с его зачатие то есть это там с конца шестого года седьмой год даже заливал там какие-то видосы но это было так youtube он как и как у вас в своих истоках был это так вот лишь бы для себя записать там чтобы потом показывать друзьям типа шоу смотри я сделал ну то есть в любое время мог свое видео достать и и я вот захожу на сопрыкина тоже он там сплин показывает эту песню тому как называл пацанские разборы и он что-то что-то он начал там материться и причем не то что такое а он начал там типа что-то если ты не понял каким боем она играется после того как я уже объяснил в предыдущих видео то ты тупое чмо там что-то такое носил прямо с таким с наездом подожди как это когда так и очень смотрят и потом я как-то это 15 год у меня вот у я заразился этой идеей взять себе гитару личного личную гитару своего любимого металлиста гитариста и для меня западные гитаристы то были так как недосягаемость какая-то то дальше еще и реверба как такового не вон только-только появлялся кстати туда был очень-очень хороший я не нравится тут тот ревер пока вы потом не продали но тогда ревер был на нем основном никто там не продавалось таких и знаменитых музыкантов то есть ничего такого не было и и вот я заразился такой идеей купить гитару холстинина в 2010 году что-то там лазив по сайту арии тоже я арию не слушал ну уже лет восемь на она вообще не было потому что да не было интернета такого как чтобы зашел песню послушал легко включил тогда надо было тогда тоже на сайте арии песни были там такие короткие отрезочки там папа по секунды но это 2004-5 пытался послушать потом где-то там один диск я какой-то нашел это читая лазил послушать какую-то хотел песню и зашел на сайт а потом зашел на сайт холстинина потому что там были вроде как музыканты да там группа вот кто музыканты в группе и ты нажимаешь там на музыканта он переводит тебя на сайт я смотрю там гитары на продаж то есть мои гитары там было все гитары холстинина на то время и типа как мои гитары когда первый раз увидел джексон я дальше в те джексона был то есть мы почти все гитары были только джексон и оси и я увидел там коралл си то есть коралловое дно кстати не очень не очень графика там ничего но но ты на нее продавал я думаю попробую то там еще продавал через какой-то магазин там московский то есть еще сам не продавал там типа если хотите гитару обращайтесь в магазин я что-то магазину написал они но эта история рассказывал несколько раз уже во всех во всех видосах потом это начались мои отношения с холстининым поменялись мы с ним гитарами music man то есть его самый первый music man был music man majesty кота не только вышли тогда и мы поменялись ему music man прислал мне свой страт красный с крестом и тогда вот с ним разговаривали там я что-то ему говорил насчет того что типа у меня тут музей арии уже а показывать некому она и так ты там в интернете там и так далее то есть он не как-то так подтолкнул больше к за того чтобы задуматься по поводу ютюба я у меня был youtube до этого я имею ввиду что англоязычный там вообще не разговаривали не англоязычные не развали там пару концертов снял туда выложил и записал там пару каверов на гитаре там холлопе дайной айстерс ну что такое а еще когда в корее был я там с филипинцами мастеров папец играли и секунды строй как кабаки и тут я тогда это 17 или 8 17 точно 17 год 17 год декабря 21 декабря там что-то мы праздновали и на рождение каждый 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 год я уже и забыл вот это сейчас в декабре будет 7 лет правильно канал я рада вот там ну да с декабря в мае в мае у меня вот выстрела видео с паркером когда я появился в русскоязычном гитарном youtube я снимал видео так вот на как сейчас я снимаю да там нажал только там на камере то телефон еще телефон еще не снималась во первых там камеры были не таким у меня был iphone 6 там камеры были не те память была не та то есть длинные видосы там не сохранишь и так далее я на камеру снимал тоже так на книжке то поставишь с одного тоже дубля потому что ну ну как и сейчас без 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 редактирования без всего этого и потом вот это я попал в русскоязычный гитарный youtube потому что начал смотреть как там чего ну то есть как как кто-то другой это делает наткнулся тогда сыромятников но помимо вот помимо сопрыкина был сыромятников что-то рассказывал ну было так немножко знаете вот как послабее им можно так сказать послабее чем западные гитарные ютюберы которых я смотрел и как раз вот где-то в феврале помню буквально там я только только канал завел там у меня всего там 20 подписчиков что-то там что-то даже комментировали и фреду то там выпустил видос что-то там три худших гитарных ютюбера я помню это было как раз так это февраль был 18 года и начался вот это тот шторм такой говна вот этого всего на вентилятор я подумал думал о блин этаж я должен туда сейчас буду как-то втянуться тоже по подписывали что в контакте по подписывался там на все кто-то добыли туда были ведущие русскоязычные гитарные блогеры фред с вами от ников ну ряженка там что-то он там непонятно ну вроде был м джей тиви и все олень и я мы примерно в одинаковое время начали то есть мы шли где-то плюс-минус было у нас одинаковое количество подписчиков вот после мая после мая от это паркера видео у меня там было грубо говоря там три тысячи подписчиков у него было четыре тысячи подписчиков у меня 5-6 там и вот это наши коллабы тогда начали сел то на им джей тиви мы выпустили коллаб 1 ну смысле мой первый тоже что нет такие с пределы типа так это ты просто скопировал там западным понятно то есть понятно такой был базар как там типа он на западе там были как раз тогда что там под новый год они собирались я просто попробовать это да кто валик еще был я забыл уже его фамилию на стриме первый стрим у меня был он меня позвал гости у него было три тысячи подписчиков у меня было меньше тысячи нифига ну точно я вот кстати да вот этот свалика как же шоссе без белоруссии пацан я не знаю он уже делается я я вообще не заходил на русскоязычный гитарный youtube ну два с половиной года точно не заходил вообще а там я так понимаю ничего не происходит на уши до меня по ночью не доходило бы то там последнее что я услышал до меня дошло и вообще ну-ка расплескалась спелые томаты а после спелых томатов там вот она одно и то же просто толку тут вот так не продвигается там по моему и гитару бот уже сдох погрязший всяких там чисто русскоязычных каких-то там мутках там непонятно так вот к чему я это все говорю да пан поностальгировал чуть-чуть просто тем из вас то старые подписчики напомнить как она все было заканчивается youtube в россии правильно 40 процентов сейчас замедлили говорят будет на следующий но это уже в доме в доме то есть выступили это уже не там не какие-то слухи там или сплетни да то есть где-то где-то они там короче кто-то не все равно кто выступил и сказал что сейчас идет замедление 40 процентов да там на следующей неделе в следующем месяце будет замедление 70 процентов ну то есть все полностью его сводят от по медленному так то есть вот у вас время есть пока он замедляется подписывайтесь там на руки бы там еще я не знаю что нам в контакте видео лишь какая-то дичь ну вот что будет с русскоязычным гитарным youtube а вот это вот русскоязычный гитарный youtube он вот как он был примерно два с половиной года назад будет примерно то же самое и так ну будет ходить то есть пик русскоязычного гитарного ютюба он прошел вы сами это все видите знаете по любому я кстати был частью этого всего пика русскоязычного гитарного ютюба это было ну как я как я говорил да знаете вот обычно ты всегда думаешь да вот блин ну что же я не попал чушь я не попал под ту волну да там когда все биткоин покупали по 2 доллара да там или еще что-нибудь вот такие проходят моменты типа вот блин а чушь я не был частью это интересно было бы побыть как это было вот частью вот этого всего там ту или иную движухи там это я побыл частью движухи вот эта гитарная русскоязычная не то что я скажу что там сильно этики чем-то сильно чем-то горжусь да ну тогда были все то есть интертеймент ну или развлечения мы толкали там ну как кто кто как мог но вроде развлечения было да там я и стримы это даже и опять же всякие всякие срачи это тоже все было частью этой всей движухи заставляла людей подумать пока они на работе да там а шо ж там происходит в гитарном сраче там ну или еще как то так то есть это тоже была часть такого интертеймента то есть добавленная такой частью как от дома 2 там или через какие еще там были такие киви шоу которые тоже там это не срачи были то есть мы добавили этого добавили чего-то там информационного что касается гитар тоже опять же мы все не без греха все все у нас это свои собственные мнения то есть сказать то сказать все да там и потом начинается да нет там ты неправильно сказал ты ну там оговоришься или шушу не мы более когда вот так видосы пишешь мощнее никто практически да ну в русскоязычном гитарном ютюбе по моему никто не делает ничего подготовлено мы все от балды как как вот на лавочке как просто сидит там с кем-то там из вас вот сейчас разговариваем то есть без сценария без команды мне по моему ну на пике мне там и предлагали там типа давай там команду сделаем я там буду тебе монтировать ты просто записывай там и тогда она как-то ну пропадал бы весь интерес вот этого все китарного ютюба если бы заниматься такой целой целая группа каких-то там чуваков непонятных на и не так она все серьезно гитарная гитарная гитарный youtube гитарная вообще это вся штука это такая нишевая вещь то ну то есть даже даже в америке это нишевая вещь гитарные ютюберы это не какие-то там супер супер ютюберы супер звезды это никогда ты не добьешься ничего особенно такого великого где ты кому-то кто вообще ну кто не знает гитарный мир то там скажешь а я вот ютюберу это моё никто тебя знать не будет хоть ты кто это чисто вот гитарная фишка такая и она приносила именно удовольствие пока нам было вот там какие-то были у нее то те или иные аспекты сейчас вот это вот я два с половиной года не в гитарном русскоязычном гитарном ютюбе не участвует мне как-то знаете вообще даже 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 легче стало то есть отлегло не надо вот это вот во первых не надо там что-то с кем-то сраться да нож раздражает когда коней сокол выйдет и как начнет какую-то дичь гнать но ты на него смотришь да это наверно такое же такое же наверное ощущение как у тех кто по дереву не 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 верит да ну то есть гитарное дерево я выхожу и говорю ну учу ли пашина по-махагоновский ольхова звучит и я надо пойти там это все все дело там как-то разоблачить и так далее да ну как там опять сокол на нервы действует тут это тогда он действовал очень сильно ну и плюс контент я помню когда видосу то там он сделал когда когда сокол что-то рюшу кроме мановара нет металла там ну такой если я вот короче что будет теперь с русскоязычным гитарным youtube ну русскоязычный гитарный youtube понятно уйдет уйдет как таковой вот как он сейчас есть так вот будет все боль медь ну затухать 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 так будет больше для себя будет люди делать то есть меньше вот этих вот всех стримов какого как было вот ну еще три года назад три четыре года назад не будет уже никогда ну то есть там показ не сменится нам режим враги там чего-нибудь там опять не вернется там начнется просветление какое-то там воспрянут все духом там будет вот это вот вот такое свет в конце туннеля появится может там еще как-то будет ну а даже это ну кто не будет скорее всего не будет скорее всего вот этих вот всех срачей больше то есть ну дерево будет всегда таким это эта вещь это как ты никогда не никогда не перетащишь не того не ту сторону не ту сторону свою на свой свой лагерь я и я когда-то говорил да ну и как говорил ли это немножко так веря конечно в то что я говорю что не может быть людей которые которые вот за тон вуд да ну то есть понимают что то из чего сделана гитара материал которого сделана гитара влияет на звук этой гитары а потом вдруг ходим такие не 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 это все давно вообще не влияет не ничто не влияет кроме я не знаю звукосниматель ну и с той стороны тоже нередко но хотя были были примеры как сергей терентьев кстати а вот еще сегодня увидел и не сегодня вчера я увидел паре в этом лазил и увидел вот что меня натолкнуло какие ностальгические мысли гитара вот это л и 88 джексон я помню первые два года три года канала все только они мечтали потому что это типа мавриновская гитара и это не найдешь я кстати задавался даже такой идеей найти себе эту гитару именно л и 88 там лимитированная сейчас фон лежит на ли вырубе продается еще и подписанная мавриным и сделанная точно по всем его спецификациям там ну тут кто то есть кто то из россии потому что понятно написано на английском написано все она там типа гитара сделана по всем спецификациям гитарного виртуоза маврина сейчас вообще нет тяги да там много раньше бы там я я я там не успел бы закрыть открыть этот виртуоз я уже птыкал бы купить кстати там и цена нормаль даже для самой просто вот л л л л л е 88 она нормально ну такое короче гитарный youtube он никуда не денется русскоязычный будет мы его будем кое-как там продвигать да ну вот эти гитарные блогеры которые живут вне россии будем как-то его поддерживать но это больше для как для для нас ну то есть думаете что-нибудь приходит с ютюба но там что-то это может там месяц там кита там 200 баксов капают это единственное за что это спрашивает зарплата зарплата российского учителя только я не учился не не учитель даже врача вот так я думаю думаю где-то вот в октябре его полностью закроют в россии пойдете на на рутюб подписываться но я думаю что сами сами вот эти вот все там и олень там и кто там серега гитаромания да они если туда и пошли уже сейчас что-то нам пишут ну там же не будет у них ни денег там будет ничего там вот если если еще кое-как будет толкать там какую-то рекламу там каких-то гитарных магазинов ну то такое меня попросили сделать мой комментарий по поводу по поводу закрытие ютюба в рахе и там русскоязычного гитарного ютюба и все ухо этого ну а я как гитарной истории не могу это все сделать как как мне пишут воды налил можно было сказать все за 30 секунд а он на 30 минут а не 30 20 минут это фишка канала всегда была я кстати это когда-то давным-давно еще увидел я смотрю поначалу я смотрю видео о том как как продвигать свой канал там как его делать что там ну всякие нам эту канал есть по советам каналах ютюбных и там было написано что видео ну длинные видео на ютюбе они работают то есть все что больше трех минут оно должно быть длиннее трех минут вот как всех кто тут до этого момента смотрел вы смотрели там пока пока у меня смотрели слушали в смысле меня так вот как как радио такую то что-то делали там где-то куда-то пошли то есть вот так она работает а если бы это было где-то 6 7 минут на его него может даже и там ну кликнули на то как не посмотрели потому что или надо смотреть короткие видосы так вот которые именно там говорят как что-то сделать надо чтобы четко оно было и буквально сразу там как заменить батарейку в часах да такие видосы они должны идти 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 как вот как радио то есть и поэтому я и делал эти видосы ты мне самому нравилось я же гитары там вот сидел крутил там что-то струны настраивал включу гитарное видео там чувак что-то рассказывает вообще мне она как-то пофиг и я не смотрю как там чего это просто как белый шум такой идет как раз а гитара ходят у гитару монтируют всем спасибо спасибо я даже скажу спасибо тем я знаю у меня многие это сейчас такая тема но спасибо зрителям даже из россии они у меня сейчас остались все адекватные ну после стримов после всего после всего все люди которые смотрят меня из россии они мне пишут пишут и пишут мне вещи которые я бы хотел поделиться но я не хочу как-то подставлять людей там мне пишут тех кто занимаются дргшной всякой подрывной деятельностью внутри но по крайней мере это говорят что там и как минимум там щитки какие-нибудь на на железной дороге ведущие в украину да там попытаются нам что-нибудь с ними сделать там саботировать как она такой и то есть спасибо всем им кто меня смотрел я не знаю там и пьяны вам помогут или нет ну если youtube полностью заблокируют в россии то ну ну все то да да как это ну спасибо за семь лет просмотров всем адекватными понятно что не сайт ником там всяким там и так далее так далее надеюсь что у надеюсь что не надеюсь я знаю что она рано или поздно произойдет будет ли у меня еще желание проводить youtube к тому моменту но в россии поменяется все поменяется к лучшему опять же появится свет в конце туннеля все начнет возвращаться взад и демократия и и нефтяная труба и бать ее да как это как макс покровский пел песни и это да 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 все вот это будем мы только обсуждать как 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 часть истории только той истории которая как и как и сейчас допустим если вы обсуждаете историю с немцами они все понимают что это было и и так и будут россияне относиться к этому периоду до следующего видео всем тем у кого youtube не заблокируют